Здравия желаю! Сегодня в кадре Кершов Линк и покажу как он работает по продуктам. Заточка сталь 420HC, заточка не из коробки, я им уже попользовался. Сразу скажу, из коробки была она ну прям не супер, не на пятерочку, а так на 4 может около того. Я его немного подправил на керамическом усате, на досточке с кожей и вот теперь вот уже режет получше. Итак, начнем. Очень удобно кстати, что отсутствует шпенек и поэтому можно использовать максимально всю длину клинка. Вот хлеб такой вот, практически за один заход, небольшую булочку он отрезает. Это конечно радует, ну не за один, чуть приходится проворачивать, но все равно. Вот у многих ножей, у флиперов почему-то ну плавник и также стоят еще шпеньки. Я это вообще не понимаю, зачем они нужны, если есть плавник, за который удобно открывать. А шпеньки крадут длину полезную клинка. Но здесь этого нет и довольно удобно. Далее помидор. Сначала постараюсь максимально так, вот он практически без усилия. Но опять же повторюсь, это не заводская заточка, я его уже подправил. Вот долька видно просвещается. Из коробки он так не резал, он по кожице, он мылил, приходилось чуть надавливать, тогда он ее прорезал. А сначала первое, как бы первое движение он вообще по ней елозил. Но вот после правки он уже делает это бодрее. Ну опять же помидор уже подвявший, вот ну в принципе нормально, нормально справляется. следующий на очереди это картошка начнем я уже на кухне готовил дома поэтому знаю что от него ожидать в общем я бы сказал на четверочку потом по убираю уже шкурки разлетелись кстати после правки так довольно неплохо до этого он тоже и хреновенько картошку чистил один и второй в принципе довольно удобно делать очищать вот так и нарезочка кстати вот нарезать если чистить еще более-менее там нормально с нарезкой подлипает ну а кстати по картофелю довольно неплохо идет это по луку он я уже и забыл когда им готовил по луку он так подлипает по конкретней хотя это может из-за того было что недостаточно острый был клинок не знаю даже посмотрим и теперь лучок сначала попробую просто кольцами да вот по луку чувствуется из-за обработки клинка из-за стоунвоша он так подлипает полукольцами да он так чуть сопротивляется скажем так чуть чуть подлипает не несущественно но заметно опять же изначально как он был из коробки это было на порядок на порядок серьезнее но так подлипание эти видимо из-за того что недостаточно острый был да сейчас довольно таки неплохо изначальный вердикт у меня был не очень скажем так по продуктам он отработал на четверочку той даже с минусом по кромсал в принципе нормально далее морковка попробую так тоненько для начала нормально не колет вообще не раскалывая тут стараюсь и тоненько резать тоненькие кружочки нормально по морковке очень даже да довольно неплохо накромсать можно на какую-то похлебку сегодня кстати я готовить ничего не буду из этого всего что режу обычно я так делаю но сегодня просто не хочется и погода такая ветреная горелку будет задувать ветрозащита у меня так и нет поэтому дома это все заброшу в котел и что-нибудь сделаю итак хлебушек нарезал и продолжаем делать бутеры сыр ну-ка если продавливание ну в принципе хватает вот на всю длину клинка можно видеть полностью как раз вот до рукояти ничего не мешает ему не было был бы шпенек уже было не так удобно есть и финальный продукт вне вы этого не чувствована колбаса уже сомневая такая достаточно сухая твердая тоже стараюсь так тоненькая ну нормально нарезает нарезочку вполне может сделать нарезочку я складными ножами не готовлю понятное дело вот так иногда чтоб попробовать буквально там несколько раз по продуктам А в основном дома нарезочку Перед телевизором Почему бы и нет Ножи должны работать Хоть как-то, хоть чуть-чуть Поэтому не страшно, если вы складным ножом Иногда что-нибудь приготовите, как рассказывают Забивается все там в рукоять, вычищать Ну блин, сколько это? 5 минут займет это все действие Поэтому это не страшно, ребята Ну нормально накромсал Как раз бутер получился В принципе вердикт довольно неплохо Поначалу, опять же скажу У меня было на 4 с минусом Я решил, что тянет он не более Так как было Тормозил по некоторым Вот по луку, по картошке Подтормаживал Ну вообще заточка была так Походу это из-за заточки Кстати, вот сегодня в упаковках у меня ничего не было Но вот кончик клинка, как видно Он такой формы клинок Так что удобно что-то подковыривать И вскрывать что-то В принципе нормально Это делает По мясу тоже я работал Ну сегодня не стал с собой брать Просто таскаться с мясом в лес Если готовить не буду, то решил взять колбасу Ну так тоже плюс-минус Ну таким небольшим ножом Ну понятно, вы там сильно не наготовите Ну нормально справляется В принципе неплохо Ну а так вот офисную нарезочку сделать Очень даже вполне Ну вот И все Напоследок, как обычно, покажу Места, в которых В которых я бываю Сегодня вот такая погода То солнце, то тучи С утра было как-то просто более ясно Оп А сейчас то ветер завивает То тучки Вот такое дивное место Уже неоднократно здесь бывал Сейчас перекушу И дальше Дальше съемки Тесты И потом домой Первое марта Весна Наконец-то наступила Красотень Ну все, ребята Конец связи